Приветствую вас. Что я увидел в вашем тексте. Значит, первое. Вы пишите. Я встречаюсь с парнем семь с половиной месяцев. Я уже признавался ему в любви. Если вы признавались ему в любви, это означает, что вы его, вероятно, значит, принимаете таким, какой он есть, если вы действительно признавались ему в любви. То есть, в том смысле, что любовь подразумевает принятие, безусловное принятие своего партнера. То есть, если вы признались в любви математику, то, соответственно, ну, соглашаетесь на все вытекающие отсюда последствия, да, такие, как излишний рационализм, там, и прочее, прочее, прочее. Вот. У меня же возникло такое ощущение, что вы его не принимаете таким, какой он есть. У меня такое ощущение, что вам не очень по душе то, что он такой. Судя по тому, опять же, что вы пишете. Математика в данном случае, это то, чем живет, условно говоря, ваш молодой человек. А вы такое впечатление, да, что не принимаете его, потому что вам обидно, но об этом речь пойдет чуть дальше. Далее, значит, он математик очень рациональный человек, и вы знали, вы знали, что он такой. Ну, или, должны были знать, по идее. То есть, по идее вы должны были знать, что он вот такой, что он, что у него вот есть такая особенность. Ну, опять же, не совсем понятно, принимаете ли вы его таким, какой он есть или нет. То есть, вот нет, в данном случае здесь, как бы, этого понимания у меня, по крайней мере. Дальше. Идем. Вы пишете. Он говорит мне, что не знает, что такое любовь, ну, то есть, он еще не дозрел до любви, да, и он не уверен в том, что любит меня. Это, хорошо, это его чувства, это его эмоции, это его, вот, собственно говоря, такие чувства, он вам о них, как вы правильно заметили, говорит. Ну, достаточно откровенно, честно, вот, но только вы пишете, что меня обижают, меня обижают, меня очень обижают, что если я буду с ним, то никогда не услышал заветных слов. То есть, такое ощущение, что вы иногдаетесь в словах определенных. Но разве через слова выражается, проявляется любовь? Разве через, разве всегда через слова можно выразить любовь? А самое главное, почему все-таки вы нуждаетесь в том, чтобы услышать эти слова, называя их при этом еще и заветными. Вот, да, то есть вы, да, заветные слова. Складывается такое ощущение, что вам очень хочется почувствовать себя любимым. Складывается такое впечатление, что вам очень хочется почувствовать себя любимым. И из-за этого возникает резонный, на мой взгляд, вопрос. Да? Если вы хотите чувствовать себя любимым, то получается, что вам, и именно, именно вам чего-то не достает в своей жизни. Понимаете? Какая штука. Хотите ли, хотите ли вы, действительно быть мужчиной? Или это история про то, в чем нуждаетесь вы, опять же. Далее, вы пишите, что мне обидно. Мне обидно, что я не услышал этих заветных слов. Именно обидно. Обида, это означает завышенные ожидания. Обида, это означает то, что у вас есть определенные ожидания, которые вы хотите, чтобы реализовались за счет вашего молодого человека. По факту. Это, в данном случае, перенос. Перенос на молодого человека того, что нужно вам. И, исходя из этого, я предлагаю вам поисследовать здесь, именно корни подобных своей обидам. Далее, вы пишите, зато он очень известный человек, и я уверен в том, что он не будет не изменять. А вот почему вы подумали именно про измену, Анастасия? Вы боитесь измены? Вы боитесь, что вам изменят? С чем это связано? Что, ну, что вы боитесь, что вам изменят? Почему вы боитесь, что вам изменят? У вас еще были случаи, что вам изменяли? Это странно всегда. Для любого человека, для любого человека измены это... Травма. Понимаете? Для любого человека измены есть травма. Вам эту травму нужно полечить. если... Она у вас... Ну... Действительно, действительно есть. Понимаете? Какая штука. Но здесь у меня есть ощущение, что вы, опять же, боитесь, что вас бросат, боитесь быть брошенным, боитесь измены. Что указывает на вашу неуверенность в себе, по-видимому. Ага. Что указывает на ваши страхи и на ваши... Ну, такое достаточно... Достаточно... Субъективное отношение, излишне заинтересованное отношение... К... Молодому человеку. Вот. Дальше. Однако я не чувствую себя с ним любимой, а значит счастливой. Что делать? На мой взгляд, убрать причинно-следственную связь между счастьем и любовью. То есть, быть счастливой не идентично тому, чтобы быть любимой. Это... Заблуждение. То есть, я верю, что для вас сейчас это так, но счастливым человек может и должен быть для здоровых отношений сам по себе. Вот. Потому что в противопротивном случае он попадает в зависимость от своего партнера, что ведет лишь только, как вы понимаете, к негативу. Вот. То есть, счастье... Счастье человека не означает и не подразумевает того, что он будет любимым. Но вот то, что вы себя не чувствуете, любимое свидетельствует о том, что вы же себя до конца полностью не предпринимаете. То есть, вы себя обесцениваете. И у вас есть собственные внутренние конфликты и, может быть, противоречия. Вот. Которые... Которые... В данном случае провоцируют вас на... Ну... На такое вот... Поведение. И это... Исключительно ваша ответственность. Это исключительно ваша ответственность. Пререгатива. Да? А... Вот. Ну, то есть, это... Прямо зависит от вас. То, что... Происходит... В... С вами, например. И... Действовать... Вам нужно... Ну, в первую очередь, наверное... Решая... Решая... Свои проблемы. Которые есть у вас. Собственно говоря. Вот. И... После того, как... Эти проблемы... Ваши будут решены... То есть, вы в результате работы с психологом, например... Перестанете... Э... Бояться... Допустим... Измененным... Бояться... Там... Чего-то еще такого, да? Вот. Э... Когда вы... Когда вы станете, например, больше... Э... Любить себя... Э... Э... Ценить себя... Да? Вот. Что тогда... И... Отношения... Э... Э... С мужчиной... Вашим... Э... Э... Примут... Ту... Э... Позицию... Ту форму... Которая... Велается уже... Э... Э... Скажем так... Более естественной. Вот. И... Соответственно... Э... Вы и решите свою проблему. Дальше... Вы спрашиваете... Что делать? Э... Что делать, чтобы что? То есть... Э... Э... Если... Э... Вы хотите... Э... Например... В себе разобраться... Э... Ну... Ну допустим... Э... 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 то это другое. Вот. Ну а дальше нужна ваша, именно цель, запрос, скажем так, необходим, необходим запрос. Да, потому что в противном случае это просто, ну, просто какие-то гадажи, получается, того, что вам нужно. А все-таки гадать, да, наверное, бы не хотелось. То есть хотелось бы все-таки именно помочь вам, допустим, справиться с проблемой, которая у вас, например, есть. Вот. Так что надеюсь, что вы прислушаетесь к моему ответу, к моей рекомендации вам. Разберете сперва со своими чувствами, с чувствами. Вот. Примите личную личную ответственность и после этого уже будете более четко заявлять молодому человеку о том, что именно вам нужно. Вот. Тем, чтобы он имел представление о том, как устраивать отношения с девочками. Девочкой с вами, например. Вот. Но пока то, что я вижу, это как бы попытка решения своих собственных проблем за счет другого. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...